В республике растет количество больных с официальным диагнозом пневмония, больницы переполнены, а новых больных отправляют в ГИСАР. Городская инфекционная больница города Душанбе. Фото, АСЯ ПЛУС. Минздрав Таджикистан уже несколько дней не отвечает на вопросы журналистов по телефону. На запрос нам обещали ответить в течение трех дней минус в соответствии с законодательством. Журналисты АСЯ ПЛЮС попытались узнать анонимно у врачей источников, что же происходит в стране. Больницы столицы переполнены. В соцсетях сообщают, что больницы города Душанбе, которые принимают больных с пневмонией, переполнены. По их словам в городском медицинском центре номер 1. Первый советский инфекционной больницы Назара в Шоне и детской городской инфекционной больницы отказываются принимать больных даже с диагнозом пневмония. В медучреждениях обратившимся людям сообщают, что мест для госпитализации нет. Умалчивать о коронавирусе – неправильно. Активисты СОГДА собирают средства для покупки защитных костюмов врачам. Между тем, источник Азия Плюс в этой больнице сообщил, что места тут есть, но больных с пневмонией отправляют в ГИСАР. На днях мы отпустили более 100 пациентов, соответственно, есть места. Но мы больше принимать не будем до тех пор, пока не отпустим последнего пациента и не продезинфицируем больницу. Уже потом начнем госпитализировать. Во всех больницах столицы такие правила и больных с пневмонией отправляют в ГИСАР. Там на базе инфекционной больницы подготовили места для больных пневмонии, сообщил источник. По данным Минздрава, опубликованным на сайте ведомства, на 27 апреля в больнице на Первом Советском были госпитализированы 319 человек с подозрением на пневмонию, 136 из них – медицинские работники, не указывается, за какой период они госпитализированы, минус ряд. 107 человек были выписаны 26 апреля после выздоровления, еще 30 будут отпущены на днях. В сообщении говорилось, что в этой больнице 11 человек скончались от пневмонии и 8 других находятся в отделении реанимации. Ранее Минздрав сообщил о нескольких случаях гибели людей в карантинных зонах от пневмонии и туберкулеза. Больные пневмонии также госпитализированы в больнице и Стеклол – самая большая больница в стране, в больнице Мансурово, Гастроэнтерология и Центр пересадки органов. Но о количестве госпитализированных в этих медучреждениях нам узнать не удалось. Как обстоят дела в регионах? Согдийская областная больница закрыта на карантин. Там принимают только экстренных больных и больных с температурой. По данным облздрава, по состоянию на 27 апреля, в этой больнице госпитализировано 228 человек с высокой температурой, а в карантинных зонах Согда находится 482 человека. Аблбольница Согдафота, ради Азодии как сообщили в управлении здравоохранения Хатлонской области. До 26 апреля в больницах области с пневмонией были госпитализированы 50 человек, случаев смерти не зарегистрировано. На карантинах в больницах Хатлона находится 37 человек. В ГБАЕ сообщили, что все граждане, которые были на карантине, уже отпущены по домам, в настоящее время в больницах области нет больных по невмонии. По данным источников Азия Плюс в больницах Турсунь сзади под карантин и с высокой температурой госпитализированы более 100 человек. Готовятся дополнительные места на днях. В Фейсбуке пользователи разместили фотографии, и сообщили о подготовке мест для приема больных в павильоне ВДНХ в Душанбе, Манеж Душанбе. Там же, по словам пользователей соцсетей, готовит палаточный госпиталь. Минздрав Таджикистана пока никак не прокомментировал это сообщение горожан. Корреспондент Азия Плюс попытался проехать на ВДНХ, чтобы убедиться в этом, но здания в настоящее время охраняются военными, и туда никого не пускают. Манеж Фотосоцсети тем временем в регионах тоже готовит дополнительные места для приема больных. По данным Управления здравоохранения Сагдийской области, инфекционные отделы центральных больниц всех городов и районов и три инфекционные больницы подготовлены под карантинные зоны с 1030 койками и 1700 запасными местами. Также под карантин отдали и 100 мест в Худжанском родильном доме. А в Хатлонской области в целом подготовлены 2267 коек, в том числе, в Бохтарии, 1375 мест. Пневмония в колониях. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюсты РТ Азия Плюс опровергли информацию о заболеваемости заключенных пневмонии. Однако сообщили, что более чем у 20 заключенных колоний в городе Вахдад зафиксирована высокая температура. Причина в Ангине – они открыли рузу холодной водой, пояснил начальник Гуиум Мансур Джанумаров. Позже он же сообщил ради Азодии, что около 20 заключенных душанбинских тюрем были помещены в карантин после жалоб на высокую температуру. Между тем, вчера, 28 апреля, отец журналиста Далера Шерифова, который неделю назад был приговорен к одному году колонии общего режима, сообщил, что таджалуется на боли в груди и сильную отдышку. Он обратился омбудсмену с просьбой перевести его в мечасть для лечения. Меры усиливаются в школах и детсадах Таджикистана. 25 апреля были объявлены внеочередные каникулы, которые продлятся с 27 апреля до 10 мая. Студенты таджикских вузов сообщают о досрочной сдаче экзаменов и окончании уроков до 12 мая. По их словам, об этом объявили в университетах. Но в Миноборнауке Азия Плюс опровергли эту информацию, сообщив, что такого решения пока не принято. Во всех регионах страны начали проводить дезинфекционные работы. Уже несколько дней подряд в столице Таджикистана проводятся масштабные дезинфекции города, обрабатываются улицы и проспекты, остановки общественного транспорта, скамейки в парках и у многоквартирных домов. Дезинфекция фото пресс-службы мэрии города Худжанд. В Худжанде дезинфицируются места массового скопления, улицы и проспекты, парки, остановки и т.д. Также в Худжанде пожилым людям рекомендовали не выходить из дома. А в ГБАЕ помимо дезинфекции и разъяснительных работ, установили правила для граждан, прибывших из столицы. При въезде медики измеряют им температуру, а также обязуют в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию. В соцсетях сообщают о возможном ограничении транспортного сообщения между Душан-Бэй и регионами. Однако в ГАИ республике корреспонденту Азия Плюс эти слухи опровергли. Коронавируса нет. У врачей и медработников, которые борются с так называемой пневмонией, взяли расписку о неразглашении информации. Некоторых предупредили устно. Поэтому медработники неохотно общаются с журналистами и не отвечают на вопросы относительно пневмонии и коронавируса. Врач на условиях анонимности Азия Плюс сообщил, что результаты тестов на ЧАВИ-19 им тоже неизвестны. Мы отправляем все взятые материалы у пациентов в единственную лабораторию при Минздраве, не всегда сообщают нам о результатах, в том числе, о положительных. Но по симптомам и снимкам легких, рентген. Понятно, что это коронавирус, сообщил врач. Пожалуйста подпишись на канал, и нажми на колокольчик.